Привет, дорогие друзья, это Хоббит-отшельник. Трусливый Путин с помощью продажной полиции суда арестовал Алексея Навального. И вот Алексей Навальный написал свое обращение, которое я вам сейчас и зачитаю. Ликбез по протестам 7 октября и правила обращения с политологами и колумнистами. Ужас! Вот он, кошмарный план Путина. Ужас! Ужас! Что кто-то это читает и слушает. В очередной раз убедился, что не зря я предлагаю всех политологов отводить в зоопарк и сажать в клетку с хищниками. Только важная поправка. Это ни в коем случае нельзя делать с политколумнистами. Они своими причитаниями, жалобами и ноем сведут с ума несчастных зверей. И тогда некому будет есть политологов. Давайте-ка я объясню все про акцию седьмого и заодно напишу правила про обращения с политологами и политкомментариями. Они будут вам полезны. Первое. В России почти нет политологов, то есть людей, занимающихся этим как наукой, способных читать, писать и публиковать не в газете, а в научных изданиях на английском. Хотите читать таких? Правильно, это полезно. Голосов, Гельман, Шульман и еще две-три фамилии можно добавить, если подумать. Максимум. Хочется написать? Есть еще практики, кто хорошо разбирается в региональной политике, но, увы, он только один. Кынев. Второе. Политический комментарий любого российского ученого, имеющий реальное признание в академической среде за рубежом, почти всегда будет полезен и интересен. Примеры. Профессора экономики в США и Испании Сонин и Миронов. Да и в общем комментарий любого физика будет в миллион раз полезнее, чем политологов из российских газет. Признание за границей тут работает как простой индикатор. Вы же в физиках, биологах, философах не разбираетесь? А если его пригласили в зарубежный университет и платят деньги, то значит он настоящий ученый. Третье. Люди, чьи фамилии вы видите в газетных статьях, совсем не лучше разбираются. Они просто всегда подходят к телефону. Журналисту лень работать, и у него дедлайн. А у него есть дурацкое правило. Нужен комментарий за и против. Поэтому у журналистов есть телефонные номера двух бесплатных охламонов, которые всегда готовы дать комментарий на любую тему. Таким образом, самые бессмысленные чуваки и становятся самыми известными политологами. Четвертое. Комментарии действующего политика всегда важнее комментарии эксперта. Даже трусливое и мурзилочное заявление руководителя «Яблока» во сто раз полезнее миллиона колонок. Там понятно, зачем и почему. Понятна позиция. Это будет иметь хоть какие-то последствия, а значит полезно знать. Пятое. Любой колумнист, политолог, эксперт, описывающий сложные конспирологические версии, всегда дурак. Иногда еще и жулик. Но всегда дурак. Шестое. Колумнисты, политологи и эксперты, ссылающиеся на инсайдеры и источники близкой к, всегда врут. Седьмое. Вы сами политолог не хуже газетного. Просто у вас не хватает наглости писать колонки, основываясь на том, что появилось в вашей ленте твиттера. Да еще и называть себя при этом обозреватель. А у них хватает. Надеюсь, эти простые правила будут полезны. Теперь объясню про акцию 7 октября и как ее оценивать. Тут все просто. Кремль и Путин. Первое. Не хотят и боятся наших встреч в регионах. С них плохая картинка. Они избавляют от выученной беспомощности. То есть ту беспомощность, которой мы научились. Второе. Решили встречи запрещать. Третье. Попытки несанкционированных встреч душить задержанием меня, руководства штабов и региональных координаторов. Четвертое. Те несогласованные акции, которые все же пройдут, медийно отрабатывать в стиле... Ну, посмотрите, пришло меньше людей, протест стих. Но тут ничего нового. Полная калька со стратегией 11-12 годов. Тем более, что... Пятое. Особенностью изрядной части либеральной публики, это везде, не только у нас, является политический мазохизм и бесконечная рефлексия на тему заведомого проигрыша, слитого протеста и так далее. Кремлю и стараться не надо. Мы сами засыпаем себя колонками на тему того, что... Вчера на митинге было 428 человек, а сейчас 315. Это значит наше поражение и победу Кремля. Вот, три месяца назад огонек какой-то был в глазах, а сейчас потух. Ну и зачем куда-то теперь идти? Зачем что-то делать? Видно, лозунги у нас не те. Щемящим чувством в груди ждем, когда на митинге будет меньше людей, чем вчера, чтобы начать немедленно стягать себя плеткой семихвосткой по спине. Мы, первое, понимаем эту простую и очевидную стратегию. Второе, стоим на своем, потому что опираемся на моральную правоту и достоинство, а не на какие-то хитрые политтехнологические приемы. Третье, фокусируемся на том, что все равно максимально эффективно провести конкурентные митинги, ставшие причиной конфликта. Поэтому мы тогда так уперлись в Нижний Новгород, из-за которого я и получил 20 суток. Именно поэтому и объявили. Главный митинг седьмого в Питере. Его мы планировали и готовили, несмотря на незаконный отказ и прессинг. Он и прошел отлично, за что большое спасибо нашему штабу и всем участникам, проявившим себя настоящими бойцами и принципиальными людьми. Четвертое, так как стало понятно, что теперь вообще не будет согласований, а нас с Волковым изолируют, мы задействовали всю нашу сеть для организации акций по всей стране в поддержку Питера. Чтобы лозунги за политическую конкуренцию звучали яснее. Пятое. Было важно понять, как сработает сеть в условиях такого стресса. Объявление акций на субботу в понедельник поздно вечером, задержание руководителей штаба, задержание десятка региональных координаторов. Ведь было же мнение, что любая политическая региональная сеть в России всегда мертва. Посмотрите на отделение наших политпартий. Шестое. В итоге более чем в 80 городах акции прошли. А мы давно привыкли к тому, что в России акции могут проходить сразу в нескольких городах. Я скажу, с какого момента? С 26 марта. До такого, до этого такого не было примерно 100 лет. Седьмое. Мы увидели главное. Политическая структура, которую мы строим общими усилиями, общими деньгами, за которую мы платим арестами, человека часами в пикетах, хождение от двери к двери, жива, реально и выполняет свою главную цель. Объединяет приличных, смелых и принципиальных людей по всей стране. Она проводит политический сигнал. Она выполняет организационные функции, даже будучи формально обезглавленной. Когда я вижу на фото прекрасное, воодушевляющее шествие в Москве, пикет в Новосибирске, акцию в Екатеринбурге, куда пришел мэр города, я именно на этот вопрос хочу ответить. Удалось ли им сломать то, что мы строили эти несколько месяцев? Получилось ли у Путина вернуть регионы обратно в состояние политической апатии и безнадеги? Пока я отвечаю себе, нет, не удалось. И седьмого мы подтвердили это. Мы понимаем, что они будут стараться дальше. Понимаем, какие у нас слабые стороны и уязвимости. Но мы понимаем и нашу огромную силу и потенциал. Мы будем дальше работать, поскольку есть силы, и смотрим в будущее с оптимизмом. Вот и все выводы. Уверен, вы и сами это понимаете без политологов и колумнистов. Алексей Навальный